этот человек для меня как будто бы не живет а проживает какой-то перформанс может ездить на хорошей машине а ездить на трамвае может жить в москве живет в барнауле почему он все это делает вот сегодня обсудим с архитектором александром дерингом эта программа честное слово и я маруся загорска давайте так же сделаем все мы говорят нет мы так не будем делать у нас не там москва не лондон не это давайте по-простому у нас барнау ну что мы тут будем да и денег у нас нет его дальше он он ассоциировал бюджетное финансирование каких-то объектов это как как что-то свое то есть ну поэтому к нему приходили согласовывали по пять раз там занавес в молодежном театре когда он уходил с планерки или там это мы между собой персонала грин ну какой паркет кто его у нас делает до березовый ну обманем скажем что это вот у нас уже проблемы что ли все кончили что губернатор там с вами пол согласовывать бывают такие моменты когда ну невозможно сдержаться и я конечно бывает может быть очень резко выступают портит это вам жизнь мнение ваше ну это может быть немного усложняет что вам в этом городе вас держит а не знаю все наверно держит семья люди друзья окружение спичка держит многое что держит на самом деле а сейчас коронавирус куда я пойду здравствуйте здравствуйте знаете есть такая песня у стинга englishman и нью-йорк а вот я на вас смотрю и мне кажется что вы такой человек в барнауле как будто бы вырезаны и и вставлены в барнаул вы откуда такой появились здесь я не хочу лишь персонажем из сериала черное зеркало но не знаю я вообще из томска сам по себе это да я даже там написал такой слоган себе made in томск ну наверное я как-то теперь понимаю ощущаю на себе нет я конечно я барнаулец потому что я живу здесь восьмидесятого года город для меня стал родным вы здесь уже много лет живете и вы являетесь таким ну грубо говоря лицом барнаула борющимся за то чтобы барнаул был каким-то красивым и приятным как вы считаете есть ли вообще в принципе в барнауле запрос на хорошую архитектуру и то за что вы боретесь вообще надо ли это ох это всегда очень сложный вопрос барнаулу вообще нужна архитектура но как без нее до другое дело что архитектура сейчас вообще в целом она переживает какой-то наверно не то чтобы кризиса какую-то наверно трансформацию или деформацию нас вообще каким-то образом в какой-то момент наверно до в начале двухтысячных записали в такой вид деятельности услуги и вот в общем то нас наверное услугам нас как-то так вот постоянно подтягивали подтягивали и в общем сейчас вот нам по моему это как раз и относится а услуги но они так они есть услуги то есть запросы именно на архитектуру если говорить о такой классической архитектуре его конечно сейчас вот в данном случае очень мало ну он есть но мало глобальном смысле барнаул но не показывает то что ему нужна хорошая архитектура чтобы были какие-то отформировались бренды какие-то знаковые места которые можно было показывать туристам там ли все прочее как бильбао там и прочее вот поэтому ну вот время такое на слушайте ну ладно показывает туристам там мы уже не будем об этом мечтать ну хотя бы чтобы было нормальному человеку комфортно жить вот когда у меня появился ребенок я поняла что барнаул для жизни вообще не подходит вот до этого момента как-то я этого не ощущала пока я не начала выходить из дома с коляской я живу в центре города но как только прольется первый дождь выйти из дома и пойти куда-то становится просто задачей ну которую решить невозможно но почему на таком уровне то не решается вопрос на 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 уровне обычной какой-то там удобности бытовой ну не решается по многим проблем это это скорее всего наследие наверное наследие прошлого прошлой жизни когда да и в общем то она и продолжается какой-то степени потому что ну как-то так принято да что за нас все решают ребята не суетитесь мы все знаем как здесь нужно сделать поэтому от вас вообще нет на не нужно никаких там телодвижений ну подождите потерпите собственно вот такое такая система отношений скажем власти да и горожан населения она такая существует но для себя для меня какой-то переломный на был момент когда я прочитал ну там много для меня стало понятно и в общем то я к этому был готов это наверно знаменитый такой параграф у кого-то кого-то артемия лебедева это зона комфорта может кто помнит читал и знает это уже лет десять назад и я я понял что зона комфорта до которая большинства на людей барнауль суда и не только она заканчивается дверью своей квартиры вот если следовать этому то ничего вообще не будет ждать от кого-то от власти еще не знаю там что к тебе что-то там сделают это это бесполезно и я стал расширять эту зону комфорта постепенно увеличивать ее я увеличил ее до подъезда потом я увеличил ее до двора потом до до прилегающей территории своей улице перехода перед офисом и офис то есть какая-то такая среда зона комфорта она у меня вот вот такая вот я так подумал что если бы вообще люди все ну каждый хотят ну хоть выборочно да вот делали эту зону комфорта побольше то мне кажется ну что вы имеете ввиду под этим что вы сделали конкретно там подъезд покрасили ну конечно мы нет мы просто стали заниматься даже подъездом да я просто весь подъезд покрасил но всяком случае мы там какую-то плиточку там положили до совершенно в убитом там тамбуре еще где-то мы там подоконники тоже будут свои свои своими силами это сделали потом след за этим вдруг вот началась программа реконструкции этих ремонта домов окна вставили люди принесли цветы появились какие-то объявления в общем-то я почувствую что вообще внутри подъезда люди как-то почувствовали что что-то какие-то изменения стали сами ее улучшать во дворе сложнее потому что там машины но мы мы сами своими силами занимаемся газоном довольно большим участком по дворе мы сами покупаем траву мы сеем не знаю там даже подстригаем там еще что-то делаем в общем в прошлом году я бился бился с переходом ужасном состоянии я вижу началась там реновация улиц комфортная городская среда и я увидел я долго очень добивался комфортного перехода потому что там куча людей трафик очень проходной и в общем тут же даже частично вложился при своих денег дал с тем чтобы хотя бы демонтировали там какую-то страшную конструкцию рекламную за асфальтировали и сделали на каком переход вот ну не говоря о том что я около офиса постоянно этим занимаюсь вот в общем своими силами но мне кажется что здесь нужно ждать скажем так ответной реакции от от власти да очень сложно но делать что-то самому нужно это продуктивно это приносит удовольствие в общем то даже внутри мне хотя и таки связано с затратами с потерями какими-то возможно но это но я вижу в этом результат и это меня как-то вдохновляет ну вот смотрите то что вы сейчас описали это такой стандартная жизнь европейца вы общественным транспортом пользуетесь где можно пройти пешком ходите пешком где можно проехать на велосипеде ездить и на велосипеде ну то есть насколько во первых комфортно такую жизни вести в барнауле конечно ее не сравнить именно такой тип который описали сравнить скажем с европейской да там конечно есть создана инфраструктура и велосипедные прочее я не ставил задачу вот просто насадить какой такой вот европейский образ жизни для себя лично просто я делаю то что мне просто нравится то есть мне нравится ходить пешком потому что это мне позволяет много что увидеть все-таки архитектор я профессионал мне не интересны все детали поэтому когда я хожу по городу я у меня всегда собой телефон очень хороший с хорошим фотокамерой я постоянно фиксирую фиксирую действительность и что происходит это мне помогает анализировать ситуацию поэтому наверное не там не нравится когда я что-то замечаю выкладываю в сети вот и критикую но тем не менее машина у меня есть права у меня есть гараж но я не пользуюсь машины потому что я посчитал что это слишком много для меня времени и силами отнимает я я не хочу увеличивать автомобильный парк по еще с одной или там с двумя машинами скажем там на нашу семью или с тремя вот поэтому я думаю достаточно того что есть вот автомобиль он не бывает когда он мне от нужен я я вызываю такси у меня мой партнер заместитель у него есть тоже автомобиль я ему дал свой гараж он ставит машина с такая коллаборация иногда и пользуюсь его машины то есть он помогает нам поэтому я думаю что этого достаточно вот так конечно я думаю что машины можно отказаться вполне если еще и транспорт будет довольно качественный пока вот такой образ жизни он больше выглядит я не знаю но если не как фриковость то как героизм потому что я недавно впервые за много лет проехала в трамвае испытания приключения если один раз это приключение а если каждый день есть это испытание согласен согласен да согласен с этим потому что но мне кажется одной из важных задач при таком страшном профиците вообще денег в стране мне кажется очень важно было бы абсолютно полностью изменить инфраструктуру транспортную в город в стране вообще конечно барнауль то есть должны быть совершен современные современный транспорт автобусы трамваи троллейбусы все это есть вот и это будет большая заслуга я думаю что и людей люди я думаю что поймут что зачем мне на автомобиле до ездить это есть прекрасные автобусы прекрасные трамваи сел доехал чистенько все очень хорошо у нас менталитете нету не заложено вот это вот такой какой-то такой даже опять же европейской европейского понимания что ты платишь налоги поэтому дорогу тебе должны поэтому трамвай хороший должен ходить себе не одолжение делают как бы это это вот в общем ты за это уже заплатил совершенно верно вот как простому горожанину менять свое осознание о налогах я тоже периодически так возникает это я периодически тоже в соцсетях пытаюсь как-то просвещать людей кто не знает о том как налоговая система работает за пределами россии и как это оказывает влияние на общественную жизнь конечно очень сильно то есть человек который сам платит налоги он 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 и требует а если за него платит дядя он даже не знает сколько вообще за год я кстати такой делал эксперимент просто на работе я специально выводил зарплату и отдельно вместе зарплаты писал сколько налогов и и в конечном счете в течение года показано вот сколько вы получили зарплаты и вот сколько вы сплатили налогов чтобы немножко может быть в голове что-нибудь у человека отложилось но к сожалению это не откладывается а вот история со спичкой для меня она не очень понятно потому что но если двор и все остальное вы вложились потому что там хотя бы вы живете то спичка она принадлежит вполне конкретным людям у нее есть может быть не очень близкая но тоже вполне конкретное там какое-то продуманное будущее но вы все равно каждую неделю идете убираете пилите красите и зачем вам все это ну возможно да кто-то посчитает меня наверное глупым человеком в этом плане и я может быть даже задумываюсь тоже над этим но ведь я даже не не считал сколько я собственных средств вложил в эти субботники на спички потому что все равно я я сам личные средства трачу я тоже каким-то образом хоть немножко но зона комфорта все равно переношу эту на спичку пытаясь там что-либо сделать спичка это конечно такой получился большой проект неожиданно что я думаю что он может в течение года мы походим как волонтеры конечно задача была она и остается собственно говоря это популяризация этого места потому что то этот слоган который я там использую постоянно это место откуда начинался наш город из 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 недели в неделю я даю объявление это на самом деле так и так и есть и я еще вспоминал думать откуда вообще это у меня вот это вот еще какая-то такая особая любовь нами к этой территории вот это очень давно оказывается я вспомнил что это еще когда работал в реставрации начинал восемь восемьдесят восьмом году мы тогда первый тогда строили новый мост развязка вот этот клевер с краснормейского на гору и на мост и там как раз по проекту развязки очень большой радиус был который захватывал часть платины на спичке и такой территоричный заповедный вот и мы тогда написали впервые вообще как не побоялись так алтайскую правду мы написали статью тогда мы уже засветились наверное может быть может а тоже стали ты как какими-то на плохишами но тем не менее позже когда началась перестройка благодаря и кстати пока раз после этой статьи этот этот радиус уменьшили уменьшили и мы все-таки немного сохранили эту территорию это была маленькая победа и в общем-то и когда оказался на чем очередной раз такой беспризорной эта территория я договорился с главным охранником охрана предприятия спички что мы давайте мы будем ходить на спичку ну хотя бы уберем эти джунгли которые просто стали поглощать эту территорию это просто были невероятные джунгли непроходимые вот и они уже проникли вкладку они в кровлю они стали просто разрушать памятники вот собственно с этого началось мы думали что все почистим за год там это ну и может быть как то так и и продадут кому-то да все таки какой-то бы новые хозяева будет и но на самом деле это до сих пор тянется уже пять лет вот но эта миссия она она продолжается потому что она еще не выполнена до конца миссия выполнима вообще она выполнима выполнима при определенных условиях слушайте но вот вы один из тех не многочисленных людей которые могут напрямую сейчас наверное обратиться к людям которые там обходными путями но понятно что владеют спичкой какие-то были у вас там по этому поводу беседы разговоры вообще как вы сейчас видите будущее то этой территории конечно были и они продолжаются но у нас нет наверное это это не может быть абсолютно откровенных откровенного обмене обмена информации мнений то есть да сейчас готов проект зон охраны концепция по отношению к территории у собственников такова что они бы хотели здесь видеть определенный такой баланс интереса своего то есть бизнеса должен быть что-то новое что будет давать доход который можно будет использовать для реставрации содержания памятника что они очень затратные вот какой-то такой баланс но насколько это выполнимо и и и в каком будущем и в каком времени это очень сложно сказать но вот смотрите несколько лет назад насколько я помню там вообще-то хотели очень очень приблизить территорию вот эту вот охранную сейчас как дело обстоит если вы видели в общем сейчас какой-то найден компромисс между наверное желанием собственников что-либо там построить такое и приблизиться и в общем те замечания которые были у нас после первого вот это вот просмотра проект зон охраны который вообще-то делался делалось 3 аж проекта вот за короткий период времени и мы еще в первом проекте мы увидели вот эти какие-то ну может быть это были хитрости может быть это просто оплошность была проектировщиков мы увидели вот эти красные дачу это где была сокращена зона я скажем обжигательная была намного короче чем она на самом деле есть там с плотины были проблемы различными точками там вида в общем так и технические погрешности но и серьезные были их учли то есть учли ну вот остался проблема с вот но потому что не перенеси алыб и не изменяет ничего сделать нельзя будет поэтому а когда она будет переноситься мы не знаем вот связи с этим хочу вам у вас откровенно спросить как его складываются отношения с некоторыми вашими коллегами которые в некоторых вопросах менее принципиально потому что вы так сказать хоть очень аккуратно но отсыпаете если вдруг видите что тут было неправильно несправедливо и вообще как-то так не надо делать ну в общем это вам жизнь мнение ваши ну это может быть немного усложняет но дело в том что если это справедливо то это как бы правда с правдой трудно бороться то есть у меня такой принцип что ну против это очевидные вещи которые нужно принять как горькую пилю и конечно бывает вообще у нас среди архитекторов есть такое негласная такая договоренность ну как бы не публичная друг друга не ну как и у всех других сфер в сферах я надеюсь тоже вот поэтому но бывают такие моменты когда ну невозможно сдержаться и я конечно бывает может быть очень резко выступаю там и и конечно я получаю соответствующих персон там по одному месту и поэтому и не только от них от тех кто скажем ну близко с ним с ними вы знаете наверно дайте эти факты были но тем не менее ну так что то так чем это заканчивается но может быть отношения становятся прохладными да или но это не доходит до каких-то там не били еще ни разу ну надеюсь да как то я вот так на виду мы побьют не побьют смотрите но вот обратная сторона у этого какая по моему в единственном каком-то единственный конфликтный момент касающийся памятников архитектуры и касающийся этого вопросов когда где вы были на стороне того что часть здания можно не сохранять это я говорю о стройке большого жилого комплекса на месте или рядом с да где локомотив а вот и вам сразу же это было припомнено вот почему почему действительно вот в одной ситуации вы говорили что вот строго нельзя трогать а в этой ситуации вы сказали что ну почему бы и нет почему бы часть этого здания не убрать но все-таки это это да какой-то статус памятника имеет ну с каждым памятником который объявлен памятником нужно разбираться подробно потому что ну скажем если говорить о стадионе локомотив то это это типовой проект практически точности такой же есть но сибирске да и не только на сибирске по всей стране построен очень десяток наверно таких трибун стадион поэтому здесь оценка была дана это этому этим трибунам то есть этой постройки есть можно так сказать и в общем мы максимум что могли сделать потому что это все-таки тоже память место какая-то его барнаульцы помнят этот стадион ну зачем мы вообще полностью уничтожать поэтому пытаясь его интегрировать в этот новый жилой комплекс вот ну хорошо или плохо ну вообще и мы мы получили довольно высокую оценку на фестивале зодчество в москве у нас тоже сразу стояла тоже задача это не повредить и не навредить существующему комплексу мемориалу победы то есть вот сложившийся ансамбль поэтому мы сразу же заказчику сказать что если вы будете наставить на то что здесь поставить какой-то манхэттен до куст из больших высоток мы просто принципиально мы не будем проектировать ничего ну просто не будет вот я убедил заказчика что нужно плавно отойти от этого места и высотную часть самый самый угол противоположные от площади таким образом мы визуально не навредим этом он сам вот поэтому это такая система компромиссов она здесь возможно вообще к памятникам надо относиться конечно выборочно и какие-то вещи какие-то вещи действительно нужно стоять на своем потому что это это действительно определенные предметы охраны которые нужно точно сохранять а есть какие-то вещи которые ну их возможно трансформировать заменить изменить и прочее да собственно и закон о сохранении культурного наследия он же ведь не такой жесткий то есть там есть гибкие вещи которые нужно читать смотрите еще вы довольно таки честно всегда выражали свое отношение к решениям власти по поводу ну вашей сфере но при этом вы неоднократно сами для по заказу властей разрабатывали проекты что-то и там например там тот же музей как у вас это все состыковывается как вообще работается с людьми в компетентности и адекватности которых вы сами сомневаетесь порой ну художественный музей это тоже для нас был большой опыт работы вот как раз такой большой крупный бюджетный проект заказу властей начинали правда не мы его мы как бы продолжили но мы наверное такую решающую роль проектированием сыграли после нас сейчас продолжает уже другая команда архитектурная но это уже такие последствия было сложно но удивительно что тот же александр богданович он в общем как-то вот в данном случае по отношению к художественному музею не выражал каких-то таких своих личных входящих с моими скажем представлениями противоречий то есть мы сразу предложили новую концепцию вестибюльной части вообще технологической части музея такой нормальный с мировым опытом то как сейчас проектируется музей чтобы это не было окошечко с билетами за решеткой до а чтобы это был ресепшен такой свободно открытый что обязательно было магазин для сувениров для альбомов для книг при музее и хорошо было бы если тут же было примыкало кафе кафе такого общего городского характера и музейного сразу же ну вот на кафе не пошли вот это была такая конечно типа нельзя культуру и еду смешивать это так тоже как это будет что через музей проходить да прекрасно человек зашел в кафе посмотрел а тут еще и музей куплю кабилеты да еще и музей скажу и наоборот ну вот как-то это психологически очень сложно было доказать и поэтому кафе ушло в подвал но она осталась слава бог то есть мы все-таки его сохранили и плюс еще конечно двор двор вошел в состав музея поэтому такой будет большое такое музейное пространство открыто это тоже в общем то наша наверно заслуга часть и она в общем как реализуется сейчас вот расскажите о каком-то адекватном опыте вот чтобы мы поняли простые граждане как вот правильно должно быть это вот когда например власть краевая заказывает какой-то объект вот как бы адекватно чтобы кто этим объектом занимался кто его принимал и все-таки очень странно слышать что это делает губернатор но у нас уже проблемы что ли все кончили что губернатор там с вами пол согласовывает но мне для например допустим это странно да да в этой системе координат конечно но предыдущая администрация этого дачу он он ассоциировал бюджетное финансирование каких-то объектов это как как что-то свое то есть но поэтому к нему приходили согласовали по 5 раз там занавес в молодежном театре на у нас он просил сделать из паркетные доски значит залы в музее из колыванского гранита и яшмы я не знаю там пол в каком-то этом когда он уходил с планерки или там это мы между собой профессионалы грин ну какой паркет кто его у нас делает до березовый ну обманем скажем что это вот наш а вот здесь тоже были попытки из колыванска но никто не шлифует это эти плиты так чтобы они были в одной плоскости поэтому тоже ну мы что-нибудь придумаем поэтому конечно какие-то моменты приходилось вот таким вот образом идеально конечно идеально власть когда горит что сушите вы профессионалы вам лучше знать вам доверяем это конечно идеально вообще проектирование лучше всего конечно без разницы объектов должно вестись на конкурсной основе особенно в центре города конкурс всегда это все-таки выбор и чего-то лучшего из предложенного но к сожалению 44 фазе нам запрещает проводить конкурсы то есть фактически это невозможно сделать поэтому вот мы изворачиваемся да собственно в этом наверно кроется одна из самых больших бед вот архитектуры это это невозможность по сути дела провести конкурс и в результаты конкурса реализовать потом уже в натуре вот эти вот тоже государственные надзора строительные каналы он сейчас тоже очень сильно изменился то есть лет 20-30 назад еще были там другие люди они довольно принципиально жестко проверяли вообще вот эти все и там там гоняли очень сильно строители застройщиков по этим делам а сейчас но очень большое массовое то есть квадратных метров много их выделяю они просто не могут за всем видимо общего смотреть поэтому там пандуса не там еще что-то не там ступеньки вот такие разные бывают знаете как хочешь запинаешься потому что они не одинаковые вот никто там на для слабовидящей никаких там мероприятий сейчас не делал чтобы там было видно ступенька первая последняя там еще столько массово этих вещей тактильные какие-то плитки но все это прописано все это есть но это почти никто ничего не делает сколько творчество в вот в таком заказе ну так скажем что творчество здесь не очень много не очень много потому что она ограничена конечно влиянием самого заказчика безусловно в лице либо самого да либо его окружение поэтому это конечно трудности и это это общем беда зачастую бывает приходится идти на какие-то компромиссы вот поэтому сколько да немного на самом деле немного действительно то есть поле у архитектора но небольшое особенность архитектор ну который такой очень творческий человек до который хотел бы самореализоваться который что-то вот ездил видел посмотрел давайте так же сделаем все ему говорят нет мы так не будем делать у нас не там москва не лондон не это давайте по-простому нас барнаул ну что мы тут будем да и денег у нас нет в нас этот бомжи все этот испортят лавочки украдут на объют там объют сломают у нас у нас главная проблема в барнауле это бомжи в архитектуре я уже это уже это поняла но вот смотрите но вот во всех получается с одной стороны так немножечко с одной стороны нету запроса на архитектуру с другой стороны и денег на нее нету с третьей стороны и у власти компетенции нет чтобы почему вы не уедете из этого города что вам в этом городе вас держит а не знаю все наверно держится семья люди друзья окружение не так может быть много сейчас друзей конечно но и не знаю спичка держит много что держит на самом деле как-то раз но я раньше чаще путешествовал там германию по разным там и не только германию европу и как-то раз я помню получал визу в консульстве в новосибирске все нормально там на форум какой-то и когда мне девушка выдавала паспорт с визой она мне говорила я надеюсь вы не не уедете не останетесь там в германии понимать ну вот здесь вот вы мы вас я вот даже по вам пробила там какие-то сведения ведь вы вот здесь все но там таких как вы вверх там вообще не нужны будете это не уговаривайте меня я никуда не собираюсь уезжать все нормально это нравится и слава богу ну давайте вот так напутствовал и я тогда тоже подумал как-то это просто запомнил этот случай жизни думаю ну действительно в общем то что здесь все сложилось мне здесь интересно да я не могу может быть сейчас реализоваться полный свой потенциал потому что ну но нет такого наверно запроса сейчас на архитектуру да не только я один м многие из очень многие мои коллеги ну что же делать ничего не поделаешь поэтому я ли себя как-то решил что нет а сейчас коронавирус куда я поеду вы как-то думаете о том какие у вас профессиональные перспективы в плане изменения времени потому что я вот сейчас смотрю икеюшка стала предлагать проекты расстановки мебели и дизайна квартир для типовых квартир вы как видите вот будущее и как себя в этом будущем видите да такой вопрос то он в общем то возникает периодически искусственный интеллект дополненная реальность и прочие вещи они конечно провоцируют людей на то чтобы но зачем мне скажем к архитектору обращаться сущие просто забил в программу все исходные данные анти вообще выдал готовый проект на самом деле я думал об этом вот в любом случае без вот этого вмешательства или или участия личного человека и вот этого тактильного какого-то контакта а машина не сможет дать какой-то результат то есть работа должна быть оплодотворена участием архитектора ну архитектора нет дизайнер это же такая утра сейчас поэтому я как-то так спокойно к этому отношусь но я думаю что может быть даже нам как профессионалам архитектором в какой-то степени будет легче просто чисто технологически что-то проектировать то есть рутина которая очень много времени скажем тратим на обработки топографических съемок там еще какие-то это сейчас все это автоматизируется но тем не менее какие-то вещи они будут нам помогать в проектировании но заменить полностью я думаю что это 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 далекое будущее до этого мы еще то есть вы еще не переживая нет если я правильно поняла вы мясо не едите да я мясо не это вот почему я сам не знаю почему вообще у меня как-то организм несколько лет назад я просто к этому как-то сам пришел вот просто я почувствовал что что-то мне как-то не хочется вот сначала перешел на какую-то более легкую там не знаю там птицу там что-то рыбку так все а потом я просто решил что и это мне в общем-то не надо когда я увидел что по для себя открыл что такая у нас в принципе много чего магазина сейчас продается столько видов там бобовых культур там прочее прочее то есть в принципе заменить это можно ну кстати совершенно естественно я и с йогой задружил то есть потому что мне я помню вас что вы ходили в спортзал я хожу и качаю потому что и и хожу из в спортзал и хожу на йогу потому что это эти два момента мне кажется помогает мне в жизни какие-то там придумываете блюда то есть это просто даже удовольствие в инстаграме за этим смотреть ну это моя природа просто я я же такое вообще любознательный пиво всегда с детства наверно не на я увлекающийся человек просто увлекаюсь иногда мне да и и мне нравится когда окружающие это это та же самая зона комфорта то есть когда я что-то придумываю что-то меня не хочется чтобы и другие тоже узнали попробовали сделали так же может быть мы обменялись бы рецептами там или еще чем поэтому это для меня ну и конечно это и красиво потому что мне кажется пища она должна быть не только вкусно она должна быть эстетично должна быть красивой поэтому для меня это все как бы единый процесс какой-то наверное художественный такой перформансом то есть который сам для себя тогда по сути да кстати тоже недавно такой факт узнал что барнауле йога студий больше тех в париже у нас барнауле вообще много чего больше чем в париже у нас а нумерологов больше чем в париже да ну париж больше чем в париже в париже в авроре примерно все все сливки ну бывает честно говоря не знаю почему-то иногда заходишь в сауну и какой-то идет разговор иногда ты подключаешься к этому разговору иногда я как раз заходил двое сидели разговаривали что-то связано со стройкой города и неожиданно для меня ну вот архитектор с нами рядом сидит ну вот как вот что вы считаете по этому поводу ну ладно посчитал так-то сказал им про это вот то есть но это интересно но каких-то деловых я на моей памяти не вер хотя уже почти 10 лет хожу